Здравствуйте! Это новости на канале Хабар 24 в суде Жанна Ситхан. На сегодняшний день в стране зарегистрировано 670 случаев заражения коронавирусом. 8 новых фактов были подтверждены сегодня утром. Таким образом, больше всего инфицированных по-прежнему в двух мегаполисах страны Нур-Султани и Алматы. 222 и 119 случаев соответственно. От COVID-19 в Казахстане умерли 6 человек и к этому часу стало известно еще об одном случае выздоровления. В Актюбинской области после двухнедельного лечения выписана женщина. Правда, ей предстоит провести еще 14 дней на домашнем карантине. Итого, в Казахстане от COVID-19 излечились 47 человек. В Шымкенте врачи сообщили о состоянии заболевших COVID-19. Сейчас в мегаполисе инфицировано 19 человек. Вчера один пациент был переведен из реанимации в бокс-палату. Еще один мужчина готовится к выписке. Сейчас у него взяты повторные анализы на коронавирус, сообщили в управлении здравоохранения. В Шымкенте 476 человек находятся на карантине. Накануне вечером стало известно, что у пяти ранее контактных граждан тест дал положительный результат. Все заразившиеся являются родственниками 24-летнего жителя города, у которого 5 апреля была обнаружена коронавирусная инфекция. До госпитализации он работал проводником. 23 марта мужчина ехал в поезде Петропавловск-Кзларда, где в одном из вагонов находился зараженный COVID-19 из города ЖТСАЙ. Ранее эти лица находились в инфекционной городской больнице. Проведение лабораторных исследований по выявлению COVID-19 показало положительный результат. Всем пациентам назначено необходимое лечение. Состояние пациентов на сегодняшний день. Граждан, контактирующиеся с больными, все они изолированы. В Казлардинской области число инфицированных коронавирусом достигло 54 человек. Из 17 новых случаев заражения 13 жителей села имени Якудаманово Щейлейского района. Населенный пункт закрыт на карантин. На всех его улицах и дворах проводится дезинфекция. Три случая выявлено в Казларде. Из них диагноз подтвержден у двух пациентов, которые уже находились в карантинном стационаре. Еще одним больным оказался гражданин, прибывший из Актау. Впервые зарегистрирован COVID-19 в Сырдаринском районе. Сейчас устанавливается его первичный очаг и круг контактных лиц. Сегодня в приоралии в провизорном стационаре находится 35 пациентов. На карантинном 309 человек. Их состояние оценивается специалистами как стабильное. Больше всего медики обеспокоены беспечным и безответственным отношением жителей области к карантинному режиму. К сожалению, не все соблюдают правила чрезвычайного положения. Нет ответственности со стороны населения. Эти пациенты, выявленные 13 человек, из них 12 участвовали на вечеринке. Поэтому мы призываем население, чтобы соблюдали карантинный режим. Соблюдали правила домашнего карантина. Потому что самоизоляция, соблюдение карантинного режима – это обязательство самого человека, самого населения. А вот супружеская пара из семьи, заболевшая коронавирусом, идет на поправку. 60-летний мужчина, находившийся на лечении в крайне тяжелом состоянии с двухсторонней пневмонией и подключенный к аппарату ИВЛ, теперь дышит самостоятельно. Сейчас состояние пациента оценивается как стабильно тяжелое. Состояние супруги, у которой также подтвержден COVID-19, и пневмония оценивается как удовлетворительное. Но говорить о полном выздоровлении еще рано, считают специалисты. Коллегиальное лечение пациентов будет продолжено. Напомню, 28 марта, вскоре после отдыха в Египте, мужчина и женщина были госпитализированы в инфекционную больницу. Всего на востоке страны коронавирусная инфекция выявлена у шестерых человек, четверо заболевших в семье. Благодаря самотверженной работе и слаженной работе наших медицинских работников, состояние пациента улучшилось. Сегодня пациент был экстубирован, дышит самостоятельно. Его супруга в 1959 году, которая также была с ним на отдыхе в Египте, ее состояние в динамике улучшилось и сегодня расценивается как ближе к удовлетворительному. Их близкие контакты по результату теста на COVID-19 отрицательные. В Павлодарском при Иртышье полицейские задержали мужчину, который пытался незаконно перейти блокпост на автодороге Павлодар-Караганда. При службе департамента полиции рассказали, нарушителем оказался 30-летний житель Североказахстанской области. Выяснилось, что он добрался до границы двух регионов на попутном транспорте, а затем хотел перебежать в соседнюю область в обход блокпоста. При этом мужчина четко понимал, что в стране на время чрезвычайного положения действует запрет на перемещение граждан. Всего же за минувшие сутки в области предотвратили въезд 25 единиц автотранспорта. Так как на территории Павлодарской области въезд жителей других областей запрещен, мужчина, проигнорировав требования, решил перебежать блокпост. В настоящий момент в отношении него возбуждено административное производство по статье 476 административного кодекса. Судом данный материал рассмотрен. Данный гражданин подвергнут аресту сроком на 10 суток. Больше сотни блокпостов выставлено на территории Алматинской области. Два из них вдоль трассы, граничащие Жамбылской и Восточно-Казахстанской областями. Въезд и выезд водителей строго по правилам, установленным в период карантина. Все подробности расскажут мои коллеги. С момента открытия этого поста в Алакольском районе его уже пересекли более 500 человек и 250 машин. Разрешен въезд-выезд местным жителям, больным, отправляющимся на лечение, и водителям грузового транспорта, перевозящим продукты питания. Каждый водитель и пассажир предоставляет соответствующие документы и проходит термометрию. В других случаях проезд запрещен. Было обратно возвращено три машины, в том числе одна грузовая машина ехала с продуктами питания, которая не имела товарной накладной. Без сопроводительных документов были возвращены обратно. И две машины, которые ехали на торжественные мероприятия. В обеззараживании улиц и общественных мест Алакольского района задействованы военнослужащие воинской части 40398. Из фонда района приобретены дезинфицирующие средства на 1 миллион 350 тысяч тенге. Сейчас есть запас на месяц. Работы по дезинфекции зданий, общественных мест проводятся ежедневно. Особое внимание уделяется обеспечению малообеспеченных и многодетных семей средствами индивидуальной защиты. Волонтеры раздали более 9 тысяч медицинских масок. По заказу Акимата их изготавливает местный швейный цех. На данный момент мы выпускаем 800-900 штук в день. В планах довести до 1000 штук. Акимат нам заказал 10 тысяч штук. Сейчас идет работа над этим. За 10-дневный срок мы должны уложиться. Тем временем в медицинских учреждениях подготовлены 244 койко-мест для лиц с признаками коронавируса. Врачи, санэпидемиологи и другие специалисты готовы оказать всю необходимую помощь. Рост Сатканова, Олжас Байбасынов, Алматинская область, Хабар, 24. Тщательная дезинфекция продолжается в столице. Сегодня утром на обработку жилых и домов района Байконур вышли около 30 сотрудников профильных организаций. Ежедневные люди в форме распыляют раствор с хлором в 160 подъездах. Отмечу, дезинфекция проводится за счет бюджетных средств. Специалисты заверяют, 5-процентный раствор с хлором безопасен для людей и животных. Но местным жителям рекомендуют не выходить из квартир как минимум 3 часа после обработки. Уже между тем в условиях карантина Нур-Султан живет уже 20 дней. Введенные в столице ограничения нужны, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции. Несмотря, несомненно эти меры повлияли на все сферы привычной жизни. Особенно нелегко сейчас врачам, которые стоят на страже нашего здоровья. Как сейчас работают столичные медики, расскажет Марк Брюшко. Герои, по-другому их и не назовешь. Медики не прекращают борьбу за наше с вами здоровье, даже в условиях карантина. Это одна из столичных поликлиник. Нет привычных очередей, коридоры полупустые. Сократилось не только количество пациентов, но и рабочий день врачей. Мы ограничили на сегодняшний день проведение профилактических медицинских осмотров, проведение вакцинации и проведение скрининговых исследований. Вызыва обслуживаются на дому, патронажи, активы. Это все продолжаем мы выполнять. Впрочем, меры предосторожности никто не отменял. Дресс-код, медицинская маска и перчатки на входе обязательно. Измерение температуры тела и санитарная обработка рук. Если выявляется температура, пациент выходит обратно в эту дверь входную. И вот по красной стрелке, вот обозначено у нас, проходит фильтр-кабинет. В фильтр-кабинете тем временем получают звонок о том, что к ним направили человека с повышенной температурой. Врачи надевают защитные костюмы и обследуют пациента. В случае подозрения на вирус, человека направляют в обсервационную больницу. Через два дня нам сообщают, нам бумагу приходит, что те пациенты, которые я отправила, анализы, результаты отрицательные. Но если все-таки положительный результат будет? Ну, если положительный, то у нас будут брать, как мы контакты были, анализы будут брать. И нас в этом кабинете закроют на карантин. А вот тем, кому за 65 лет с хроническими заболеваниями и онкологией рекомендовано самим в поликлинику не приходить. Люди этих категорий могут сделать заявку по номеру 109. Врачи выпишут рецепты, а уже медперсонал доставит необходимые лекарства на дом. Марк Брюшко, Ерлан Нур-Избаев, Хабар, 24. А вот темпы строительства жилья в Казахстане, похоже, не снизятся даже из-за карантина. В этом году в стране планируют построить 15 миллионов квадратных метров жилья по программе Нур-Лежир. По словам первого вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Кайрбека Ускинбаева, арендными и кредитными квартирами будут обеспечены 32 тысячи семей из числа социально уязвимых слоев населения. Также действуют механизмы, позволяющие получить жилье малообеспеченным семьям, молодежи и бюджетникам. На строительство и приобретение арендного жилья без выкупа предусматривается 90 миллиардов тенге. За счет госинвестиций построят и приобретут 38 300 квартир. На заседании правительства, прошедшем в онлайн-режиме, премьер-министр Оскар Мамин подчеркнул, в нынешних условиях строительство остается важной задачей правительства, поскольку в этой сфере удается сохранять действующие и создавать новые рабочие места. Сегодня в сфере строительства задействовано порядка 700 тысяч человек. В текущем году запланировано строительство 15 миллионов квадратных метров жилья. Будут реализованы проекты по развитию строительной индустрии. В этой связи сфера строительства должна стать одним из главных секторов развития экономики. Арендными и кредитными квартирами будет обеспечено свыше 32 тысяч семей из числа социально уязвимых слоев населения, малообеспеченных молодежи, работников бюджетных организаций. Министерству индустрии и инфраструктурного развития и Акиматам необходимо обеспечить своевременную сдачу жилья и освоение выделенных средств. В Алматы установлены предельные цены на 9 видов социально значимых продуктов. Об этом сегодня сообщили в Акимате. Теперь во всех торговых точках мегаполиса запрещено продавать рис дороже 310 тенге за килограмм, пшеничную муку первого сорта – 211 тенге. Стоимость гречневой крупы не должна превышать 339 тенге, стандартной булки хлеба – 80, рожек весовых – 209 тенге. Максимальная цена определенных частей говядины – 2169 тенге. Десяток яиц первой категории будет стоить не больше 367 тенге, а литр подсолнечного масла – не больше 434 тенге, соли – 59 тенге. Придерживаться этих цен обязали все продовольственные магазины и рынки города. Сегодня в Алматы работают 13 продуктовых рынков, 130 гипер- и супермаркетов и тысячи магазинов у дома. В случае нарушения установленных предельных цен владельцы торговых объектов будут наказаны штрафами в размере 250 тысяч тенге. Эти предельные цены, они не взяты с потолка, они установлены средним ценам на рынке от буквально конца марта департамента статистики, который осуществляет еженедельный контроль, мониторинг цен. Созданы мобильные группы в каждом районе. Данные мобильные группы осуществляют ежедневный будут обход. В случае выявления нарушения в мобильной группе присутствуют полицейские, которые составляют соответствующий рапорт. Идет фото-видео фиксация, материал направляется на комиссию в район Акимат. К этому часу стало известно еще о 15 случаях заражения коронавирусной инфекцией. 7 случаев в Карагандинской области, Жамбылской области – 5 случаев, Кустанайской области – 2 и 1 в Шимкенте. Таким образом, общее число заразившихся COVID-19 в стране достигло 685. Больше всего инфицированных по-прежнему в двух мегаполисах страны Нур-Султане и Алматы – 222 и 119 случаев соответственно. От COVID-19 в Казахстане умерли 6 человек. Напомню, сегодня стало известно еще об одном случае выздоровления. В Актюбинской области после двухнедельного лечения выписана женщина. Правда, ей предстоит провести еще 14 дней на домашнем карантине. Итого, в Казахстане от COVID-19 излечились 47 человек. Волонтеры семьи вместе с неравнодушными бизнесменами в период ограничительных мер в городе решили поддержать сотрудников различных служб, работающих круглосуточно. Добровольцы готовят и доставляют бесплатные обеды для работающих на блокпостах, медиков, полицейских и военнослужащих. На контрольно-пропускном пункте трассы Омск-Майкап-Чига дежурят порядка 10 человек. Для них волонтеры привезли казан плова, хлеб и воду. Такую акцию инициаторы планируют проводить до конца действия карантина. Ситуация для нас для всех сложнейшая и особенно для тех, кто работает непосредственно на передовой. Это наши медики, это наши полицейские, военные. Мы слышали, что у них даже времени нет на обед, потому что машины приезжают, надо проверять. Готовят профессиональный повар, у нас есть повара. И к новостям в мире. В Германии коронавирусом заразились больше 103 тысяч человек. Клиники в стране переполнены, но пациентов у себя готовы разместить отели. Ряд бизнесменов выступили с таким предложением. Собираются ли ужесточать карантинные меры ФРГ и как немцы соблюдают правила самоизоляции, расскажет Шулпан Айманбаева. Число зараженных в Германии превысило 100 тысяч человек. В числе наиболее пострадавших земель – Бавария, Северная Рейн-Вестфалия и Баден-Вюртенберг. Совокупно только в этих трех регионах более 65 тысяч больных. Вирус продолжает распространяться. И об отмене карантинных мер еще рано говорить. Напротив, в некоторых регионах Германии ужесточают ограничения. К примеру, в городе Йена ввели обязательное ношение масок. Это пока первый немецкий город, где действует такой запрет. Носить защитную маску обязательно в магазине, метро. Но если гражданин отказывается, то его штрафуют на 50 евро. А если же не придерживаться дистанции полтора метра, то наказание 100 евро. В целом немцы следуют правилам. Стараются оставаться дома и не выходить без причины. Несмотря на то, что в Берлине потеплело до плюс 20 градусов по Цельсию, на выходных в столичных парках было зафиксировано на 63% меньше посетителей. А пассажиропоток в общественном транспорте Берлина упал на 70%. Впереди пасхальные праздники. И власти просят немцев оставаться дома. Пасхальные праздники для многих означают посещение церквей. Пикники, походы и время, проведенные семьей и родственниками. А также поездки к морю на выходные. Так было всегда, но не в этом году. Пасхальные праздники мы проведем иначе. Некоторые из вас скажут, мы следуем правилам две недели. Как долго еще их придерживаться? С моей стороны, будет безответственно, если я назову какие-либо точные даты снятия ограничений или послаблений. Пожалуйста, придерживайте всех правил. И даже если вы носите маску, не забывайте соблюдать дистанцию. Однако тем, у кого и в планах нет отдыха и работа на первом месте, помогут материально. В Баварии все медработники, которые борются с вирусом, получат премию в размере 500 евро. О пошлении тех, кто работает сейчас на передовой, задумались и в Берлине. Некоторые политики выступили с инициативой выдать подарочные сертификаты или денежные премии не только врачам, но и полицейским, и продавцам супермаркетов. За две недели в Испании зарегистрирован самый низкий показатель новых случаев инфицирования, сообщает Минздрав. Также четвертый день подряд снижается и показатели летальных исходов. Если в воскресенье их было 647, то в понедельник на 10 фактов меньше. Это также рекордно низкий показатель за последнее время. В Минздраве отмечают, что таких результатов удалось достичь благодаря принятым карантинным мерам. Но, как показывает практика другой европейской страны, радоваться пока рано. В Италии, где графики также показывали устойчивое снижение показателей, кривая снова направилась вверх. За сутки на Апеннинах скончалась на 100% больше, чем днем ранее в воскресенье, когда число смертей стало самым низким с 19 марта. Италия занимает первое место в мире по количеству погибших от коронавирусной инфекции. Тем временем полиция Испании задержала мужчину за кражу 2 миллионов масок и другого медоборудования. Стоимость украденного материала составила 5 миллионов евро. Половину мединвентаря злоумышленник перепродал в соседней Португалии. Начато расследование. Вора удалось задержать. Им оказался местный предприниматель. Власти Израиля используют репрессивные меры к нарушителям карантина. Штрафы, аресты, уголовные дела и блокирование целых городов. И такой подход, похоже, приносит свои плоды. Прирост заболевших держится примерно на одном уровне. Сергей Ауслендер о ситуации в стране. Меры жесточайшие. Города, где много заболевших, блокирует армия. В таких в основном живут ультраортодоксы. По периметру Бнейбрака, который стал уже символом коронавируса, проволочные заграждения. Полиция проводит там регулярные рейды, вычисляя подпольные синагоги и места незаконного сбора людей. Стражам порядка пришлось провести целую спецоперацию, чтобы вычислить и задержать религиозного жителя Хайфы, который отправился в Иерусалим. Незадолго до этого у него был диагностирован коронавирус. Полиции пришлось перекрыть главное шоссе и остановить автобус, в котором он передвигался. У тебя диагностирован коронавирус. Минздрав тебя информировал об этом еще два дня назад. Ты нарушил закон, и мы тебя задерживаем. Сейчас нарушитель отправлен под конвоем в больницу. После выздоровления ему грозит 7 лет тюрьмы. За нарушение карантина и неподчинение властям карают безжалостно. Вот мужчина отказывается предъявить паспорт инспекторам Минздрава, потом демонстративно чихает на него. Итог такого поведения – штраф 1200 евро и уголовное дело. Через несколько дней наступит праздник Песах, один из важнейших в иудаизме. Его принято отмечать пышным застольем с друзьями и родственниками. Но сейчас власти ввели прямой запрет, возможно, впервые в истории Израиля, на совместные празднования Песах. А теперь это можно делать только в кругу семьи и только с теми, с кем живешь под одной крышей. Динамика положительная, осторожно говорят в правительстве. 51 погибших, около 9 тысяч заболевших. Система здравоохранения справляется и даже есть запас прочности. Но власти настаивают на осторожности и соблюдении всех требований карантина. Одна локальная вспышка и все усилия пойдут прахом. Сергей Услендер, Хабар 24. В Париже началась проверка граждан на COVID-19. На одной из улиц города власти разместили специализированные палатки. Там находятся медики, которые берут анализы у жителей. Для того, чтобы процесс был максимально бесконтактным, каждый гражданин подъезжает на своем личном автотранспорте к палаткам. К нему подходит медработник и передает в полиэтиленовом пакете инструменты для забора анализов. Но тесты на наличие коронавируса пока доступны лишь людям со специальным медицинским рецептом. Представители Минздрава планируют организовать дополнительные тесты и надеются, что их вскоре ежедневно смогут проходить до 30 тысяч человек. Этот тест можно пройти только по рецепту врача. Для этого человек заранее должен отправить нам рецепт и все необходимые документы. После чего мы регистрируем эти данные и открываем специальный файл. В назначенный день гражданин приезжает по адресу для забора анализов. Премьер-министр Японии Синзо Абе выделит больше 108 триллионов йен или 1 триллион долларов на поддержку населения и бизнеса, пострадавшим от пандемии коронавируса. Это 20% от ВВП Японии. На такие беспрецедентные меры премьер пошел после введения режима чрезвычайного положения в Токио, Осаки и еще шести областях. В этих префектурах ограничения продлятся месяц. Всего в Японии почти 4 тысячи инфицированных COVID-19, 92 человека погибли. Семьям, чей доход резко уменьшился и отчего ухудшилось их качество жизни, будет предоставлена материальная поддержка в размере 300 тысяч йен. Дополнительно 2 миллиона йен будут предоставлены малому и среднему бизнесу, а также 1 миллион йен самозанятым. Вернемся к новостям в нашей стране. Казахстанцы смогут зарегистрировать авто из салона в онлайн-режиме. Перевести услугу в цифровой формат планируют на сайте электронного правительства. Отмечу, на сегодняшний день на портале увеличили число операторов единого контактного центра. До карантина в службе 1414 работали 200 человек, сегодня это 2000 специалистов. Раньше в самые загруженные дни там принимали до 30 тысяч звонков, сегодня число обращений выросло до 600 тысяч. В целом, с начала года консультацию на портале получили свыше 4 миллионов человек. Что касается работы интернета, для улучшения качества сигнала в столице строят антенноматчевые сооружения. 5 уже возвели, до конца года в Нур-Султане появится еще 50 установок. Аналогичную работу проведут и в других крупных городах. Многие граждане беспокоятся за то, что есть возможно какие-то излучения. И стараются максимально с жилых комплексов убирать базовые станции. Поэтому в настоящее время мы вместе с Акиматом уже с прошлого года начали работу. Совместно Акимат строит базовые станции. Мы, значит, наши сотовые операторы обеспечивают, вернее Акиматы строят антенноматчевые сооружения. То есть они не располагаются в домах, располагаются отдельно. Для этого выделяется земельный участок, подводится электроэнергия. И с нашей стороны сотовые операторы, соответственно, на эти антенноматчевые сооружения вешают свои базовые станции. Соответственно, от этого, естественно, будет уже существенное увеличение качества сигнала. В Туркестанской области отказались от онлайн-обучения. 80% школ региона расположены в сельской местности, где есть проблемы с интернетом. Получать знания в этих населенных пунктах дети будут с помощью республиканских телеканалов, по которым ежедневно транслируются видеоуроки. Школьники, которые имеют доступ к интернету, будут учиться посредством социальных сетей. Впрочем, есть и семьи, в которых нет гаджетов или компьютера. Между ними управление образования временно распределило 29 тысяч ноутбуков. В областном центре проблем с доступом в интернет нет. Поэтому здесь дети могут договориться с учителями и обучаться с помощью специальных интернет-платформ. Но мы никого не обязываем это делать. Заниматься таким способом можно на добровольной основе. Основные задания дети будут получать в социальных сетях. 25 жителей Акмолинской области обратились в колл-центр Департамента обороны, изъявив желание нести службу в период карантина. Местные исполнительные органы сейчас определяют потребность каждого населенного пункта в добровольцах из числа военобязанных. Ожидается, что всего на спецсборы в регионе призовут больше 100 человек. В основном это мужчины, до 35 лет ранее служившие в армии. Их привлекут к службе на блокпостах, патрулированию и дезинфекции улиц. Предприниматель из Кокшитау Ренат Курманалин считает, что такая служба во время карантина поможет решить проблемы безработицы среди молодежи. Если будет что-то касаться моей родины, так как моя родина и моя семья, и заденеть мою семью, то я готов лично сам сразу в первых рядах пойти и помочь. Тут же призывают добровольно всех, не кого-то не принуждает, а просят добровольно. И многие сейчас, как я в соцсетях где-то, многие жалуются на то, что нет работы. Им сейчас предоставят работу, и они могут уже зарабатывать свои деньги, честным трудом, и помочь. Первое, они заработают, второе, они еще и помогут нашей стране. Пополнил ряды казахстанской армии казахстанский боксер и певец Ибрагим Искендер. Он рассказывает, услышав такую новость о призыве на спецсборы, тут же отправился в военкомат. Лейтенант запаса Ибрагим Искендер уже с сегодняшнего дня готов приступить к выполнению любого задания. Мы все знаем, что сейчас происходит в мире. Коронавирус всех нас загнал в дома, и у нас связаны руки. Мы видим, как устают наши врачи сейчас, и в этот момент сидеть дома и наблюдать за всем происходящим было трудно. Поэтому я рад, что так получилось, что нас призвали на спецсборы. Я хочу быть полезен в своей стране. Довести площадь орошаемых земель до 3 миллионов гектаров в стране в ближайшие десятилетия. Об этом стало известно на заседании правительства Казахстана. По словам главы Минэкологии Махзума Мирзагалиева, с задачей позволят справиться новые водохранилища. 28 искусственных водоемов планируют построить в стране к 2030 году. Помимо орошения, они позволят снизить угрозу паводков в 70 населенных пунктах страны. Также строительство позволит создать в сельской отрасли 29 тысяч рабочих мест. Вместе с тем, в ближайшие два года ведомства намерены реконструировать больше 6,5 тысяч километров действующих каналов, четырех водоемов и 230 гидроузлов. Это позволит использовать технологию орошения, что в свою очередь скажется на урожайности. Данная работа обеспечит постоянной занятостью 77 тысяч человек, а также поможет довести число орошаемых земель до 3 миллионов гектаров. Как отметил премьер-министр Аскар Мамин, принимаемые меры позволят к 2024 году произвести стопроцентное импортозамещение по плодоовощной продукции. Реализация проектов развития и модернизации ирригационной инфраструктуры в 2020-2021 годах позволит дополнительно ввести орошение почти на 500 тысячах гектаров земель. На это предусмотрено около 274 миллиардов тенге. Будет создано 88 тысяч рабочих мест. Объем воловой продукции сельского хозяйства на вводимых в оборот землях составит 160 миллиардов тенге в год и окажет мультипликативный эффект в сферах торговли, переработке продукции, животноводства. До свидания.